Приветствую вас и вы пишете, что за последний год стали слишком эмоциональны. Вы знаете, сама по себе проблема данная решается через два подхода. Первый подход можно описать как ситуативный, ситуационный. И раскрывается этот подход через анализ того, что произошло с вами за этот год, за последний год и, может быть, немножечко раньше. То есть вы пишете, что вам 23 года. Когда вам было, допустим, 21 год, вы были в определенной степени эмоциональны. И потом случилось что-то такое, начало происходить что-то такое, что увеличило вашу эмоциональность, повысило ее. Может быть, это нервная система, как вы и пишете. Но что значит нервная система? С точки зрения психологии, нервная система означает повышенное постоянное нервное напряжение. И если это так, то у вас в наличии имеются некоторые раздражающие факторы, которые не исчезают. Постоянно имеются в вашей жизни что-то, что вас раздражает, напрягает, вводит в состояние тонуса, вследствие чего у вас и проявляется вот эта вот эмоциональность в виде слез и кома горла, и иногда агрессия. Кстати, именно агрессия в большей степени указывает на ситуационный подход. То есть, агрессия, как правило, выражается в виде негатива. Негатива – негатив по отношению к супругу. И этот негатив является следствием ваших внутренних расстраивателей, которые в свою очередь появляются в результате нахождения в определенных ситуациях. Вот и давайте подумаем, что же вас может раздражать за последний год. Что вас постоянно расстраивает, что вам не нравится. И еще один очень интересный вопрос. А почему агрессию вы проявляете только в отношении к супругу? Почему не в отношении к другими людьми? Может быть, именно супруг является тем раздражителем, который и является причиной нашей повышенной эмоциональности. Так или иначе, ситуационный подход предполагает анализ того, что с вами происходило на последнее время. И это время, наверное, в большей степени касается брака и, может быть, того, что было непосредственно перед браком. Теперь подход в большей степени ассоциаций, то есть основанный на ассоциациях. Поскольку вы привели в пример свадебные церемонии, то можно сказать, что именно они вас вызывают наиболее явную, наиболее яркую выраженность в плане эмоций. Значит, в этих свадебных церемониях вы видите нечто, что вас цепляет, что вас задевает, заставляет вас испытывать определенные негативные эмоции. Может быть, вы видите на свадебных церемониях счастья других людей, видите, как люди заключают брань и вступают в новую совместную жизнь. Вы сами понимаете, что вы не настолько счастливы и из-за этого плачете. Плюс ко всему выражаю негатив еще и на вашего мужа. Вот и в этом случае нужно ответить на главный вопрос. На главную проблему. На основную, так сказать, гипотезу, основное предположение. Почему вы считаете себя менее счастливой, чем те люди, которые вступают в брак, проводив свадебную церемонию? Почему вы сравниваете себя с этими людьми? И почему вы, ну, собственно говоря, вообще не счастливы? То есть, с какого момента и почему вы стали чувствовать себя не счастливой? Что вам не нравится, что вызывает возвращение, что вызывает неудовлетворенность? И главное, проговорили ли вы об этом со своим супругом? Доносили ли вы до него эту мысль? Если да, то как он реагировал? И к чему вы пришли? Если нет, то почему? Вот такие два направления решения вашей проблемы можете использовать для того, чтобы помочь вам справиться с этой проблемой, подкорректировать ее и, возможно, совсем избавиться от того, что вас беспокоит. Сделать это вполне реально, потому что вы молоды, и я думаю, что важно лишь только плотно поработать с собой. Вы можете провести анализ самостоятельно, если хотите, даже на листке бумаги, если вам так удобнее выписать ответы на вопросы, которые я задавал, и если считаете, что справитесь с вами, самостоятельно найдите на них ответы. Ну а если помощь потребуется, выбирайте эксперта на нашем ресурсе и работайте с ним. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!